ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Божий Отче Господа нашего Иисуса Христации, Благословен Поверью, Иже заветствую плоти Его обновилась и нам в первородных церквях, На небесе вписанных и в год, и ежежительства празднующих, и глаз радования. Сам человеколюбчий Владыка, призренно нагрешный и недостойный, Рабы Твоя, обновления празднующие честного храма, святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Во образ святейшей Твоей Церкви, в силищ самого телесе нашего, Ижеуба и храм Твой всеквальным апостолом Павлом именовать исподобил. Утверди его до скончания века непоколебимой прославлено в Тебе, Исподоби нас в нем хвалы и словословия незазорно, Приносите славе Твоей и единородному Твоему Сыну, и Господу нашему, Иисусу Христу, и святому Твоему Духу, В разуме и всяком чувстве поклоняющимся Тебе, во страсте Твоем, Божественных щедрот достойным показателься, И благоприятным Твоей благости вынимать вам всем, О нас и всех людях Твоих, неизреченному Твоему благоутровью приносимым, Молитвами Пречистой, Владычица Нашей, Благородицей, Пресно Девы Марии, Иисусу Христу, и святый си Бог же наш, И на святых мочевайши, И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, Ныне и присно, и во веки веков, Мир всем! Главы Ваши, Господи, Вы преклоните! Я продаваю Тебе всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, Ныне и присно, и во веки веков, Аминь! Главы Ваши, Господи, Твои сей, Царь славы! Господи, Твои сей, Царь славы! Главы Ваши, Господи, Сыну и Святой, Молы! Главы Ваши, Господи, Главы Ваши, Господи! Субтитры делал DimaTorzok 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 Добро пожаловать на наш канал! 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 Дару им обновления! Дару им обновления! Добро пожаловать на наш канал! 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Аминь Благослови, Владыка Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Благослови, Владыка 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 Благослови, Душа Благослови, Душа ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогали. Субтитры подогали. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогали. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогали. Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Нашим и миром мирами у Господа просим. Прочее время живота нашего в мире покаяния и скончат. У Господа просим. Христианские кончины живота нашего безболезненные, непостыдные, мирные и доброго ответа на страшном судище Христове просим. Соединение веры и причастия Святого Духа испросивши, сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим. Имя Господи! В подобие нас, Владыку, с дерзновением неосужден, мы смейте призывать тебе, Небесный Бог Отца и Глагола Те. Песня. 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 Аминь. 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 Един свят, един Господь, Иисус Христос, во славу Бога оставь. Аминь. 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Ваше Святейшество, уважаемый наш Владыка-Митрополит, любимый наш Отец, в этот день хочется очень многое сказать, но я выражу самое главное и самое важное из тех чувств, которые мы сегодня все испытываем. Чувство глубокой, сыновней, благодарности вам, Ваше Святейшество. От себя лично, от нашего прихода, я хочу сказать вам спасибо. Спасибо за мою судьбу, в которой, благодаря вашему благословению и вашей милости, я имею самую важную, самую большую честь для человека служить у Престола Божия и совершать церковные послушания. Я хочу сказать вам спасибо за то, что когда-то, по вашему благословению, вы разрешили мне исполнять некоторую помощь в вашей работе председателя отдела внешних церковных связей, и это стало для меня, воистину, самой важной, самой эффективной и, наверное, самой верной школой для любого священнослужителя. Ваше Святейшество трудиться под вашим прямым началом и учиться у вас напрямую – это величайшая честь. Спасибо вам за это, Ваше Святейшество. Вот имени нашего прихода и всех наших прихожан я хочу сказать вам спасибо за этот храм. Мы знаем и понимаем, что если бы не ваше благословение, если бы не ваши молитвы, если бы не ваше внимание и непосредственное участие, то сегодня здесь ничего бы не было. Мы знаем, что Господь слышит ваши молитвы, Господь внемлет вашим молитвам, и, слыша их, Господь совершал чудеса и давал нам возможность строить этот храм. Мы видели, как люди, видя ваше участие, видя ваше внимание, начинали сами принимать участие в строительстве этого храма и также давали нам возможность строить этот храм. Мы все, Ваше Святейшество, с великой радостью и умилением вспоминаем, что последние годы в каждый свой визит в Калининградскую метрополию вы непременно посещали строительную площадку этого храма. И абсолютно воистину своими глазами, своими руками, своими ногами вы видели, вы трогали, вы выходили каждый этап строительства нашего храма, начиная с закладки первого камня, который совершили вы, через нулевой цикл, по которому ходили вы, через голые кирпичные стены и прямоугольные бетонные своды, стоя под которыми вы говорили, как и что нам лучше сделать, через освещение куполов, которые также совершили вы, Ваше Святейшество, своей десницей. Для нас это не просто важно, для нас это самое важное и самое приятное, что может быть для людей. Вы привели нас и провели нас через все это к сегодняшнему дню. Спасибо Вам, Ваше Святейшество, от всех нас. В знак нашей благодарности мы смиренно просим вас принять в дар эту икону, эта икона святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, на которой изображен не только наш храм, но мы дерзнули по периметру этой иконы изобразить, как нам кажется, то, что может быть вам особо дорого. Это некоторые святые, которые нам кажутся вам дороги. Это некоторые здания, которые должны порадовать ваше сердце. Там изображены кафедральные соборы всех епархий, где вы совершали свидетельское служение. Там изображено здание Санкт-Петербургской Духовной Академии, отдела внешних церковных связей в Даниловом монастыре и храма Святой Великомученицы в Риме, который, как и многие храмы в этом мире, был построен, и я это помню, Господь дал мне честь это видеть, построен вашим упорством, вашей верой, и я не побоюсь этого слова, ценою вашего здоровья и ваших нервов. Вот об этом я могу свидетельствовать лично. Спасибо вам, ваше святейшество. Молитесь за нас. Многое вам и благая лето. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, в сегодняшнем евангельском чтении мы находим слова, которые человека незнакомого с Евангелием могут просто настолько озадачить, что если это единственные слова, которые он прочитал, то, скорее всего, такой человек закроет Евангелие и больше никогда к нему обращаться не будет. Настолько эти слова противоречат как бы здравому смыслу, в логике человеческой жизни. А слова такие. Не заботьтесь о том, что вам есть, или что пить, или во что одеваться. Ибо Отец ваш небесный позаботится о вас. Но каждый ведь сам заботится о том, что ему есть, что ему пить, во что одеваться. Почему Господь сказал такие слова? А потому, что Он этими словами хотел подчеркнуть, что естественные заботы человека о самом себе ни в коем случае не должны быть абсолютным приоритетом, не могут быть доминантой человеческой жизни. Если так, то тогда человек мало чем отличается от других животных. Правда, животным не нужно думать, во что одеваться. Господь позаботился. И в отношении жилья у них как-то все в порядке. Тоже Господь позаботился. Но еда без еды не проживет животное. Вот эти слова, они действительно бросают вызов, особенно современному человеку, у которого все крутится вокруг этого самого. Поесть, попить, дом построить, в отпуске съездить. Ну, вот так пожить в свое удовольствие. А Господь говорит, не думайте об этом. Господь, Ваш Небесный Отец, Ваш Небесный позаботится о вас. Если мы в прямом смысле слова, как бы, в прямом смысле воспримем эти слова, то, конечно, в строгом соответствии с этим повелением, ведь никто не поступает. И, наверное, Господь и не требует, чтобы мы так поступали. Но Он выстраивает систему ценностей. Эти слова определяют приоритеты жизни. Если приоритетом является то, во что одеться, что поесть, что попить, ну, добавим сегодня, поехать в отпуск, повеселиться, посмеяться, погулять, то тогда это не те приоритеты, которые Бог предлагает нам. Они мало отличаются от тех приоритетов, которые существуют в животном мире. Но, конечно, человек – высокоразвитое существо. И все это несоизмеримо с животными приоритетами. Но более или менее это все одного порядка. Это забота о физическом существовании человека. И даже если речь идет о некой эстетической составляющей, это опять забота не столько о духе, сколько об этой земной жизни. И слова эти сказаны именно потому, что ведь Господь знал, что говорил. Он знал, что для всех людей, которые его окружали, именно эта забота о еде, о питье, о жизненных условиях являются приоритетными. И он как бы специально подчеркивает своими словами, что все это не может быть подлинным приоритетом в жизни человека. А почему? Ну, если бы наша жизнь заканчивалась гробовой доской, тогда бы невозможно было, конечно, серьезно отнестись к словам Божьим. Но поскольку мы верим и даже знаем из опыта человечества, из свидетельства святых, в конце концов, из свидетельства тех, кто одной ногой был там за гробом, а потом вернулся, мы знаем, что там другая жизнь. И вот в перспективах той жизни все эти наши земные приоритеты не обнуляются, но они перестают быть жизненно важными приоритетами. Ну, а что же тогда означают эти приоритеты жизненно важные? Да в первую очередь нужно жить по Божьему закону. Вот самый главный приоритет. Не надо в детали входить. В деталях запутаться можем. Сколько голов, столько умов. Сколько мудрствующих, столько и толкований. Жить надо строго по этим Божьим словам. По Божьему закону, который все мы хорошо знаем. Не кради, не прелюбы сотвори, не свидетельствуй против друга своего, люби отца, мать свою. Ну и не буду перечислять всех заповедей. Господа Бога в первую очередь. Вот современному человеку все более и более трудно понять эти приоритеты. А это свидетельствует о чем? О том, что происходит некоторый духовный регресс в жизни человеческого общества. Развитие техники, а через развитие техники и науки совершенствования условий человеческой жизни, повышения уровня комфорта, уровня знаний и так далее, и так далее, переводят мысль человека, его целеполагание сто процентов в эту горизонтальную плоскость, в плоскость земной жизни. И это происходит повсеместно. И что греха таить? И среди нас, верующих людей, даже среди некоторых представителей духовенства. Не буду пальцами показывать, но мог бы показать. Вот сегодняшние слова, это такого рода вызов всем нам. И мирянам, и духовенству. Всем нам вызов. Подумайте о том, как нужно жить. Подумайте то, что должно быть вашим приоритетом. А приоритетом, несомненно, должна быть вера, которая возвышает человека над обыденностью. Это крылья, которые помогают нам взметнуться в небо. Это та сила, которая подымает нас над повседневностью, дает подлинную способность прозревать то, что происходит в мире. с людьми, с самим собой, и в каком-то смысле, и с обществом, в котором мы живем, и даже с государством. Слово Божие, которые доводит до нас священное Писание, ведь это не человеческие слова. Это сам Бог с нами говорит. Поэтому Слово Божие должно быть для каждого из нас абсолютной истинной, и она должна абсолютно определять приоритеты нашей жизни. Собственно говоря, вот об этом сегодняшнее чтение. Об этом и мысли, которые возникают вокруг этого замечательного евангельского чтения. Ну и еще все это усугубляется тем обстоятельством, очень приятным, особенно для меня, носящего имя Святаго Равноапостольного Кирилла, что мы слышали эти слова, что мы молились сегодня в этом замечательном храме Святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия. Я хотел бы сердечно поблагодарить всех, кто участвовал в строительстве. Владимира Ивановича, Антона Андреевича. Не могу всех перечислять, потому что если буду перечислять, обязательно кого-то не перечислю. Будет обидно. Поэтому всех вас, мои дорогие, кто вносил свои средства, кто действительно, как бы отождествил себя с этим великим и святым делом строительства Святого Храма. Господь никогда не бывает поругаем, поэтому нельзя Бога гневить, но никогда Бог не бывает у нас в долгу. И вы на своей жизни это почувствуете. Когда в какой-то момент вы скажете, ох, пронесло, или, Господи, откуда это? Это может быть оттуда, вот от этого сегодняшнего дня. От ваших трудов по строительству и созиданию этого Божьего Храма. Я всякий раз особенно радуюсь посещению Калининградской земли, с которой у меня связана большая часть моей уже архиерейской жизни. Вспоминаю, с чего мы начинали, каков был этот путь. Вчера в соборе я кратко об этом говорил, но могу вспоминать и говорить об этом очень часто и много. Сегодня не буду вас утомлять этими воспоминаниями, но посещение Калининграда для меня является всегда очень духовно значимым событием, потому что я вижу сегодня процветающую церковь на самом западном порубежье России. Я вижу строящиеся храмы, я вижу молодое образованное духовенство, я вижу представителей властей, светских и военных, нашей интеллигенции. Вот это и есть весь наш народ в таком как бы небольшом составе, но в этой группе людей отражается, как в капле воды все наше общество. Вот если мы все будем с Богом, если мы будем жить по Божьему закону, если мы будем находить в себе силы бороться со своими страстями, пороками, с греховными мыслями и такими не очень-то хорошими делами, тогда действительно Господь будет с нами. А сегодня мы очень нуждаемся в том, чтобы Бог был с нами. И вот здесь на западном порубежье России это особенно чувствуется. Многие восстают сегодня, в том числе и на Отечество наше. Но знаем, что Отечество не сделало ничего никому плохого. И восстают не потому, что мы плохие, а потому что мы другие. И вот эта инаковость России она и возбуждает чувство ревности, зависти и негодования. Но мы не можем изменить самих себе. Конечно, очень многие хотели, как сейчас говорят, нас переформатировать, но ведь не получилось, хотя такие огромные силы и средства были вложены в это переформатирование Руси, а она как была, так и есть в сути своей Святая Русь, удел Пресвятой Богородицы. Дай Бог, чтобы было так и далее. И мне особенно было важно сказать вам, мои дорогие, обо всем этом, живущем на западном порубежье Святой Руси. Пусть Господь хранит землю в Калининградскую народ наш и всю землю русскую от всякого врага и супостата. Но самое важное, чтобы Господь хранил в чистоте сердца наши и в вере наше сознание и наше тоже сердце. Вот если будет так, то никакие враги нам не страшны. И в первую очередь нам не страшен наш самый внутренний враг, который склоняет нас к греху, к пороку и к отступлению от Божьего закона. Пусть Господь хранит Россию, землю калининградскую, церковь, где пребывающую, и всех вас, мои дорогие калининградцы. Ну вот, а в память о сегодняшнем богослужении я хотел бы преподнести для этого храма икону скоропослушницы. Это петербургская икона скоропослушницы, которая вообще в моей жизни была очень чем-то духовно важным. В самые трудные моменты своей жизни, живя в Петербурге, я имею в виду в тот период времени, когда я там жил, я непременно приходил к этой иконе и горячо молился. И вот сейчас могу сказать, все то, о чем молился, все исполнилось. И от трудностей Господь меня избавил, и от опасности избавил, и Царица Небесная под покровом своим как-то определила мой дальнейший жизненный путь. Еще раз хочу сказать, это самый почитаемый образ Пресвятой Богородицы для меня, скоропослушница Санкт-Петербургская. Я хотел бы ее оставить в этом новом храме святых равнопостольных Кирилла и Мефодия на Калининградской земле. Вручаю вам, отец-настоятель. Прошу огласить патриаршие указы. Указом святейшего патриарха Московского и Всеруси Кирилла наград Русской Православной Церкви удостоены. Во внимание к трудам по строительству храма равноапостольных Кирилла и Мефодия города Калининграда протодиакон Андрей Пасхин председателем Приходского Совета означенного храма удостаивается ордена Русской Православной Церкви преподобного Сергия Радонежского второй степени. Аксиос Аксиос Во внимание к помощи Калининградской епархии и в связи с юбилейной датой со дня рождения Щербакова Наталья Викторовна член Совета Балтийского Православного Благотворительного Фонда удостаивается ордена Русской Православной Церкви святой равноапостольной великой княгини Ольги второй степени. Акси 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 Во внимание к помощи в строительстве храма равноапостольных Кирилла и Мефодия города Калининграда Решетников Леонид Яковлевич генеральный директор предприятия Силикат Стром удостаивается ордена Русской Православной Церкви преподобного Сергия Радонежского третьей степени. Акси Акси Масаровского третьей степени. Аксиос! А для всех, кто сегодня присутствовал, я хотел бы передать вот такое небольшое изображение Христа Спасителя и на обратной стороне указано, что это благословение Патриарха. Молясь перед этими маленькими иконочками у себя в доме, вспоминайте и меня, нуждающегося в ваших святых молитвах. Сразу после этого богослужения попрошу, чтобы духовенство раздало всем присутствующим, пока люди здесь. С праздником! Еще раз всех поздравляю! Спасибо, Господи, Владыка! Спасибо, Господи! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо, Господи!